Новые оргвыводы после гибели в авиакатастрофе хоккеистов Ярославского локомотива. Сегодня перевозчик, которому принадлежал Як-42, рухнувший 7 сентября сразу после взлета, лишился права выполнять полеты. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, проще говоря, лицензию компании Як-Сервис. Единственному выжившему из 45 человек, которые летели в тот день из Ярославля в Минск, бортинженеру Александру Сизову предстоит еще две операции в Столичном институте скорой помощи и Немецклифосовского. Сегодня там оценили состояние Сизова как средней тяжести. По некоторым прогнозам, до середины октября он будет уже дома. Состояние больного из очень тяжелого, как мы говорили, переведено. Сегодня в состоянии средней тяжести. Больной в сознании, в хорошем расположении духа, охотно общается, охотно отвечает на вопросы докторов. Его жизни больше ничего не угрожает. Думаем, что недели через две мы его сможем отпустить, потому что ему еще предстоят небольшие операции. Это закрытие дефектов ожога. Там есть небольшой процент, но есть глубокие ожоги, которые надо будет закрывать. Продолжение следует...